В качестве исполняющего обязанности губернатора это его первая официальная встреча с казаками. На ней он обозначил основные направления поддержки казачьего общества. Так, например, Кондратьев рассказал, что сохранится финансирование госпрограммы «Казачество Кубани». В этом году на нее выделят более миллиарда рублей. Кроме того, согласно поправкам в земельный кодекс страны, у казаков появилось право без торгов получить участки под сельхозпроизводства. Но при этом воспользоваться им смогут только добросовестные хозяйственники, которые готовы работать на развитии региона. Впрочем, говорили сегодня не только об экономической составляющей. Нравственность на Кубани начинается с вас. Сохраняя свою самобытность, традиционность, исконные ценности, веру в Бога, о чем я говорю, вы собственным примером покажете молодежи, что есть другая жизнь. Сегодня важно отстоять интересы России на мировой арене. И сегодня все силы президент, конечно, кидает на доказывание, что мы имеем право принимать самостоятельные решения, как государство. Поэтому все, кто сидит сегодня в этом зале, не допустите внутри никакого брожения. Если это осознание будет внутри, чтобы на самом деле вот тот народ, который реально управляет столицей, селом, районом, и в том числе и в крае играете существенную роль, тогда на самом деле все у нас будет хорошо. И Кубань будет сильной, и Россия будет мощной. Кубанское войско активно участвует не только в воспитании подрастающего поколения, но и в возрождении традиций. Ярким примером тому стало участие казаков в параде победы на Красной площади в Москве. По традиции на Совете атаманов также подвели и основные итоги работы за последние полгода. Сегодня казаки оказывают помощь полиции в охране правопорядка. Совместными усилиями с начала года им удалось раскрыть более 240 преступлений и изъять из незаконного оборота порядка 130 килограммов наркотиков.